Дмитрий Никитин, в школе Дмитрия Никитина, с Дмитрием Никитином. Ну как ты смеешь в моем городе еще одну школу открывать? Да, ты работаешь один, ты полынуешь, но ты значимая школа. Никитин имеет наглость продавать консалтинговый ужин, то есть всякая проститутка. Потому что по документам, которые у тебя в сейфе лежат, госрегистрация и аноним, прочее, у завода то же самое. Ты частично не говоришь, что бизнес в образовании, зарабатывание денег это первичная цель. А можно нам кофе с Димой? Мы будем болтать и кофе пить. Дим, а? Чего нам кофе подбить? Не, реально. Я не знаю, вот что утолять, все жалко утолять. У меня вот... На облаках перекинут. На облаках перекинут. В 19-й год. В облаках. Низко лучше. В облаках прямо? В облаках. Лужков же их разбоняет. Перекинешь туда, он пушками разбомбит и все. А еще с Лужков? А что, Лужков не дарь Москве? Я всегда говорю, что я Дмитрий. Работаю в школе Дмитрия Никитина. Я добавляю еще иногда, что у нас есть детский центр Леопа, потому что это большое правило. В редких случаях я говорю, что я кандидат наук, за это получаю иногда неприятные комментарии. Типа, Дмитрий кандидат наук, это означает, что он преподавать не может. Очень теоретически. Ну, в чем я? Ну, в голове у людей, значит, такой вот имидж, если ты кандидат или доктор наук, то ты зануда, ты академический, если глаза закроешь, представишь или растрепанного такого профессора, или профессора такого седенького, обычно в основном мужчину. Ты кандидатскую сделал или купил? Я писал, я честно писал, у меня денег не было, но я бы не купил. Я поступал еще в Старцамык Смир, например, когда мы поступали, и когда мы поступали, помнишь, можно было попытаться купить выступление, я никогда не понимал смысл, потому что если бы я в 18-х купил бы себе место в МГУ на физико-матемическом факультете, ну, купил, а дальше что-то делать, ну, идешь и покупаешь, что подряд. У меня честно все шло. Место в МГУ купил, потом кандидатскую купил, и все купил. А потом операцию сделал. Какую? Ну, если ты врач, например, одну купил, вторую купил, третью купил, мне было ответа как-то. Да. А мне нравилось учиться. Я не понимал никогда, как, я ни разу сталкивался с ситуацией необходимости, даже с намеком на взятку в академическом контексте. Нет, не было. Мне нравилось учиться. Я не знаю случаев, кстати, продажности высшего образования в моем контексте. Что это означает? Ну, то есть, что купить диссертацию, заплатить за диссертацию, заплатить за сдачу экзамена. У меня я и работал в ВУДе, и учился в ВУЗе, и в аспиратуре 4 года. То есть, ты не давал, и не брал? Не давал, не брал, я не был свидетелем, даже слуха не был свидетелем. Да, по этому поводу. Вот может, увеличилось слегка, мне кажется. Получается, что ты занимаешься образованием? Ну, я думаю, да. Ну, твоя организация? Да. Я уверен, что мы создаем образовательное пространство, которых не было. То есть, если бы по какой-то причине компания не появилась, то просто этого образовательного пространства в городе не было бы. Оно большое. И вот наш еще один сектор, это все-таки и ЛТ-тренинги, когда мы проводим тренинг для учителей, и люди из Владивостока, люди из Норильска, из Иркутска, летят в Ярославль летом в конце августа на 5 дней. Ну, это вау. То есть, они никогда бы даже не узнали, что вот Ярославль там находится, где он находится. Даже, как мы не знаем, как и сибирские города, они очень большие, где он находится. А мы проходили через этап в самом начале, именно сервисный, когда мы говорили, что я Дмитрий, я преподаватель, я Дмитрий, но вы, мы отошли от этого. Мы откатились к обращению Дмитрия Сергеевич, во имя и отчество. Как только мы ушли к принципу, что я преподаватель, или даже учитель, а вы ученик, и меня зовут Дмитрий Сергеевич, я тоже буду обращать мы получили меньше жалоб от клиентов, мы получили более целеустремленных клиентов, и мы получили клиентов, которым комфортнее, потому что мне кажется, что все-таки в российском контексте есть два таких дискурса, это медицина и это образование, где принято формальное обращение. И моя вторая мысль это в том, что мы слегка как-то снесли поэты на общение Советского Союза, ну вот в 90-е это было просто не модно, а сейчас хорошо бы вернуть. И я бы не хотел иметь врача Наташу, я хочу иметь врача Натальи Игоревна, я люблю общество. Нравится? Нравится, нравится, конечно. Создает необходимую дистанцию формальности, которая очень важна, потому что все-таки преподавание это необычная услуга, так же как медицина, это необычная услуга. Это услуга, к которой клиент не всегда прав. Есть такой принцип, что когда клиент к нам приходит, ученик к нам приходит будущий, моя цель сделать так, ну откуда в каком-то способе я знаю, что он не прав. Когда он говорит, приходит с нулем, говорит, я бы хотел английский уровень АЦ2 сдать экзамен через месяцок, и я готов к вам даже ходить каждый день, я даже домашку буду делать, даже на работе возьму отпуск. Как бы я знаю, что это не так. С другой стороны, ну откуда я знаю, что вот вдруг произойдет что-то в голове у человека, и он за месяц выучит на самом деле с нуля АЦ2, это с прагментурности языка. Ну откуда я знаю, что не получится? У меня есть фраза, в моем опыте такого никогда не было. Снимательность. Но вы попробуйте. Он пробует, и через две недели интенсивного занятия он понимает, что не получится. Он сам понимает, он сам меняет цели, он с нами остается. Он подбирает программу, где ему уже три лет, может, через год, и уезжает. То есть, но он сам приходит к этому выводу. Если бы я ему это сказал, мне кажется, он пошел в другую школу, там пообещали бы, не сделали бы, он бы расстроился. Здесь я ему сказал, попробуйте, может быть. Я такого не видел. Ты открыл свою первую школу в 2008 году. Да? Официально 9-й, да, официально. 07-го, 07-го, 2009-го у меня в регистрацию. 9-го? Да. Как это случилось? Меня заставили. Я работал в event-агентстве, в московском event-агентстве. И владелец event-агентства, у него было еще несколько других компаний, дальше продолжать мнение права документов подписывал, он мне разглашение имен. Он просто мне рассказал, что тебе нужно открыть бизнес. Очень четко рассказал, тебе нужно открыть бизнес. И одна из метафор была замечательная, которая меня убедила до конца. Он мне сказал, что вот представь, сидит мальчик на заборе, и щенок к нему подходит, и просит конфетку. И мальчик кидает ему конфетку, он может кинуть одну конфетку, может приглушенную кинуть, потом может завернуть камень, и кинуть камень в конфетку, собачка расстроится, потом может уйти на неделю. А все, что собачке надо сделать, щенку этому, чуть-чуть пройти, там дырка за горе, зайти в эту дырку, и там горы конфет, они просто лежат. А мальчик все равно будет сидеть, и к этому мальчику все равно придет следующая собачка. И я подумал, что, наверное, вот это вот ограничение очень искусственное, и что можно сделать что-то, что изменит жизнь. Зачем тебе так много конфет? Конфета – это ни в коем случае не что-то материальное, это ни в коем случае не деньги. И так, на это еще не идти надо. И, как я вот вчера на вашей конференции говорил, позавчера на вашей конференции говорил, что если мы хотим зарабатывать деньги, мы не в той индустрии. И ЛТ – это не та индустрия в России, где крутятся какие-то деньги. Ты там как медведь говоришь, да? Но что мне нравится, не верно, как это или нет, но что мне нравится? Мне нравится то, что я могу создавать сейчас новое пространство. Я пришел в индустрию как учитель, и я хотел преподавать так, как я хочу. Были некоторые ограничения в школе, где я работал, хотя великолепная была, конечно, среда. Были некоторые ограничения в университете. Я думал, что я не вписываюсь в эти рамки. Сейчас я думаю, что возможно списаться бы. И я попробовал сделать так, как я хотел бы преподавать. И к концу, интересно, я прихожу к пониманию, что значим советский и российский опыт и значим опыт вузов и школ, как ни странно, которые очень часто критикуют, но не в этом случае. И потом, когда я начал создавать какие-то новые программы, когда мы начали чуть-чуть расширяться, мы начали больше заниматься менеджментом, и мне больше стало нравиться создавать что-то, создавать какие-то новые школы, новые пространства. Потому что их не было бы, значит, в городе. Ну, вот смотри, значит, пространство создали. Некоторым людям это интересно. Но не кажется ли тебе, если ты не рассматриваешь это как бизнес, а как способ генерирования определенного дохода, который будет достаточен для поддержания инфраструктуры, для тебя лично, для твоих коллег? Я бы не сказал, что производство прибыли – это главная цель образовательной структуры. Главная цель образовательной структуры – менять мир к лучшему. И у тебя тоже цель, кстати, бизнеса, мне кажется, заработать деньги. Потому что это же вторую школу, третью школу. Иначе зачем тебе? У бизнеса главная цель, по-моему, бизнес – это что-то, где главная цель – генерирование средств. Да. Зарабатывание денег. У тебя главная цель – зарабатывание денег? Да. Главная цель. Главная цель. Одна из главных или главных? Нет, главная цель – это зарабатывание денег, поверь мне. Вот у нас сколько-то школ тут, да, около десяти. Вот главная цель – это заработать денег. Наушенцы ходим как-нибудь и говорим про это. Нет, зачем? Подожди, а как без этого? Потому что это же экономическая деятельность. Главная цель должна быть, чтобы это было доходно. Потому что мы все умрем. Это обеспечивает, ну, это обеспечивает Solid Foundation, как они говорят. Нет, смотри. Это не есть верх пирамиды твоей. Это верх пирамиды. Бизнес, а не моей личной. Верх моей пирамиды личной, ты сам знаешь, что это такое, по-моему, а слово у всех оно на одно и то же, да. Некоторые перескакивают, как Чарльз Диккенс, а некоторые не могут перескочить. Окей, там, когда ты голубый, там творческая сомализация, это, я не знаю, у некоторых людей только случайно. Нет, Диккенс наоборот, как раз там. Ну, может быть. У него это для этого было. Нет, цель бизнеса – заработать деньги. Моя личная цель – закрыть вопрос с деньгами, заняться тем, что мне нравится. И это есть цель, и это есть главная цель. То, что тебе нравится. Да, то есть, если мне что-то нравится, я этого никогда в жизни не сделаю. Подожди, ты говоришь, что бизнес в образовании, зарабатывание денег – это первичная цель, не первичная в приоритетах, а первичная в последовательности. Нет, это приоритет бизнеса, это приоритет структуры. Другой вопрос, что мы, как провайдер торговых тренингов, регулярно слышим, что знания должны быть бесплатными. Моя идея в том, что я не могу это сделать. Я не вижу, как позволить бесплатно привезти спикера из Великобритании, оплатить билеты. Я могу квартиру продать. Тогда это один раз будет бесплатно для всех, а потом это закончится. Потом это квартира одна, да. И мы с мамой куда-то там переедем, видимо, в более неуютное помещение для проживания. Но по большому счету цель наша образовательная, цель наша изменять мир в будущем. Понятно, что есть вот этот вот solid foundation, как они говорят, финансовый. Понятно. Мой вопрос, что вот клиенты, которые у меня больше всего торгуются за скидки, за перерасчеты, это клиенты, для которых эта стоимость, которые торгуются вообще нерелевантно. Вообще нерелевантно. Я вижу их телефон. А клиенты, которые обычно торгуются меньше, это клиенты, которые меньше зарабатывают. Да, это уже привычка в жизни. Люди, которые создают какие-то ценности, работают и так далее, больше экономят, что-то добиваются, это привычка просто обычная. Ну и с тобой делаешь что-то бесплатно, наверняка бесплатные праздники делаешь, наверняка в детские дома, наверняка ездили, когда-то хотя бы за 8 лет, что-то там проводили. Мы все равно делаем. И мы это делаем не ради поблизости. Мы это делаем просто потому, что хочется делать. Если это превращается в поблизости, это здорово. Если не превращается, то все равно делаем. Нет, ну вот как-то. Поблизости-то превращается не очень много. Но зарабатывание средств должно быть до того момента, чтобы ты мог обеспечить арену помещения, чтобы ты мог соответствовать требования, которые к нам государство. Да, ну тебе жесткие предъявляет все на кем. Для лицензирования. Чтобы заплатить заработную плату. Да, чтобы в Великобритании отправить на обучение в сокроведниках, чтобы спикера пригласить к себе. Конечно, конечно. Кэшфон некоторые есть. Потом можно заработать больше, организовать какую-нибудь конференцию в Лондоне, в следующий раз организовать в Барселоне, потом организовать еще где-нибудь. Ну, нужно расти, потом нужно купить большое здание. Если я хочу это здание, потому что я знаю, что без этого здания я не могу вести дальше образовательную деятельность, и так было с нашим, например, детским центром УЛИОКа, когда мы поняли, что без двух этажей по 120 метров мы не можем реализовывать то, что нам надо. Так было с нашими детскими программами до двух лет, потому что мы поняли, что без трех больших помещений мы не можем оказывать услуг, которые мы хотим, потому что предполагается очень много движения во время занятия, переход из одной комнаты в другую, и для этого мы уже искали помещение. А вот если нужно что-то материальное, чтобы обеспечивать свою услугу, обучение более качественно вести на другую историю. А что с выпускниками университета у вас в Ярославле? Вот у вас есть педагогический институт, да? Значит, ребята закончили педагогический университет или институт с красным дипломом, что самое страшное, да? У меня красный. У меня красный диплом. Красный? Красный. Прямо красный. Круто. В школе трожник. Потом красный. Молодец. У меня так же, кстати. Я смеялся на теме, у кого красный. Значит, приходит человек с красным дипломом на собеседование, и оказывается, что он знает много чего, но не знает того, что надо, чтобы работать в классе, работать с людьми. Сейчас узнаем, у меня есть из BLT Journey по трансиву коротенькое видео, где я говорю о том, что обязательно может быть С2 преподавателя. Сейчас я уже сомневаюсь, потому что видел, видел, в случае B1+, когда успешно преподавали на уровне А1, А2. С взрослым? С взрослым. С взрослым. И да, определенный результат доводили до позитивных. И сам преподаватель РУС. По поводу собеседования, мы стараемся все-таки... Я всегда спрашиваю, что такое слово. Не важно, что человек, который устраивается на работу, понимает, что такое слово. Я скорее смотрю на первый месяц работы, и мне скорее нравится желание получить знания. Я смотрю, какие книжки в нашем магазине покупает новый преподаватель. Я смотрю, как мы с технией он с энтузиазмом относится к нашим курсам, которые мы предоставляем бесплатно для наших преподавателей. Мне интересно, как он участвует в этой такой кулуарной беседе на профессиональную тематику. То есть, мне это кажется, что здесь интерес складнее, чем имеющийся начальный старт. Ты сказал о том, что преподаватель и там B1 может вести группы Дендары. Я спросил, ты сказал, что на взрослых. Значит, знаешь, на взрослых группах. Что с детьми? На детях все-таки у меня есть, особенно для двух-трех летах, у меня есть такой предрассудок, что если мы научим ребенка говорить such a wonderful weather, если мы научим ребенка говорить do a mistake, то он всю жизнь потом будет говорить точно так же. И поэтому именно на детишек, я знаю, есть такой тренд по стране. Во многих школах ставят девочек-студенток с очень таким странным языком на детей, и это превращается в бейбиситинг. Моя идея в том, что бейбиситинг можно купить дешевле, чем моя школа однозначно. Но у нас однозначно C2. C2. Ну, C1, C2, да. C2, я думаю, у тех, кто работает с детишками. Потому что здесь погружение очень важно, копирование очень важно. И здесь все-таки мы создаем некую языковую среду, когда... Мы используем, в отличие от вашего славика, мы используем оформленный родной язык, но она минимизирована все равно именно при обучении малышатиков. И при обучении малышатиков используются, не знаю, как у вас, но это точно очень... Да, у вас тоже, вижу, книжки стоят на полках. Мы используем аутентичный материал, мы используем picture books, который отсутствует как жанр в России. У нас здесь книжки иллюстрированы. А picture books, где картинка является частью повествования, отсутствует. Ну, то есть мы считаем что-то вроде муха-муха, цикла-пуха-позабоченная брюха. Ну, представляешь, учитель, у которого бы один по-русскому иностранец будет читать, он не объяснит ничего, не поймет для чего. Дело в том, что когда я начал работать с детьми, ну, с каким-то со своим уровнем английского языка... Не походите, да. Вот, но когда, да, спасибо. Ну, когда я начал, значит, работать с детьми и читать детские книжки, я понял, что я не понимаю, о чем речь. Ты открываешь детскую книжку, английскую, естественно, аутентичную, вот как там, вот эта серия Мистер Мэнста и там прочие книжки. Вот, и у нас принцип, в общем, такой, что мы используем только аутентичные материалы. Никаких вот учебников, созданных для иностранцев и так далее. Вот этого не надо. Вот. И пришлось учиться. Пришлось учиться, и каждый раз возникают проблемы. То есть дети задают такие вопросы, может быть. И детский язык, это, наверное, вообще другой дискурс, потому что вот хороший друг Фью Девар, у него жена из Индонезии, и они решили не говорить на индонезийском с детьми, потому что жена уехала из Индонезии, когда я была 18 лет, то есть очень-очень много лет назад. И их мысль в том, что они не знают детского и индонезийского языка. Они же не научат, как взрослые говорят. И это будет смешно, это будет не по-детски, и они решили, вот мы по-английски говорим до часа икс, а потом мы добавляем индонезийский, как некое формальное обучение. Ну, тоже как вариант, в общем-то. Хотя, скорее всего, они себя успокоили, у них ничего не получится в Индонезийском позже. Ну, и об этом она не узнает позже, как только известно. Про детей. Ты же не женат? Нет. Про детей, про детские методики обучения, мне очень интересно. Как с детьми работаете? Я не тот человек, которого можно спрашивать, про вот эти вот вопросы. Я знаю, что мы стараемся с двух лет обучать. Я знаю со стороны, что у нас здесь хорошие лет от детей, которых начали обучать два года, они пошли сейчас первый-второй класс. Мы видим, как они очень-очень бегло говорят по-английски. Как это происходит, я не совсем понимаю, потому что я преподавал раньше, а сейчас я не преподаю, не работаю. Методики какие-то готовы использовать или нет? С двух лет у нас, то есть двух лет, наверное, даже трех лет, мы обучаем по методике, которую выработали. Но там именно интуитивно это пришло. Есть некое ритуализированное занятие, в которое включены элементы развития высших кредитивных навыков. Опять же, вот можно в интернете наших группах это посмотреть, как это примерно работает. Просто агрессивно иногда согласитесь относится, как вы смеете говорить с детьми двухлетками, трехлетками на занятиях по-русски, а как вы можете использовать там понятия, а как вы можете научить алфа и алфа? Я говорю, можем нормально работать. Это зависит от того, кто спрашивает. Да? Кто спрашивает? Коллеги, коллеги обычно. Очень агрессивно воспринимают чужого, почему-то. Ну да. Особенно если противоречит твоим принципам. Я видел недавно, смотря, как раз случайно, как разогрел, про то, как вредно обучать английскому языку, особенно детей, как это портит их личности. Я всегда отправляю, во-первых, к Лугодскому, потому что это очень часто говорят многопеды, воспитатели детских садов. Я отправляю к Лугодскому, потому что у Лугодского очень четко написано, что это можно делать. И потом, конечно, я привожу примеры билинквальных семей России, когда арменин русский, грузинн русский, известные семьи, и дети говорят на двух языках, думаю, все-таки нормально работает. Я из Абхазии, ну, конечно, любая семья билинквальная. Любая семья билинквальная. Это абхазские русские, это армянские русские. Два языка рабочих у довольно-таки большого числа населения. У тебя три языка. Ну, у меня английский все-таки я считаю, на котором я могу. Я могу по-китайски немножко изъясняться, и, возможно, по-испански немножко изъясняться, но я думаю, что я английский и русский по-босканцентам. Абхазский? Нет, нет, нет. Было желание, не было необходимости, потому что, ну, понимаешь, абхазии все говорят в русский. Да. А английский родной? Нет, я уже 16 лет начал изучать. Тоже в 16 лет? Да, к вопросу, да, было поздно, не поздно. И я очень медленный в плане языков, мне очень тяжело дается, я всегда был сам медленным в группе. Но я не останавливаюсь, как связничок из своих презентаций. Китайцы говорят, мустро это медленно, без перерыва. Медленно, без перерыва, да. И были, конечно, одногруппники, одноклассы, в которых намного быстрее шел язык, намного лучше говорили. Перестали учтение после вуза, я после вуза только начал, мне кажется, учить. Бежим марафон. Потихонечку, потихонечку, а потом мне нравится ситуация все-таки такого прям полного комфорта. И мне приятно участвовать в Великобритании. В Великобритании я приезжаю, конечно. То есть у меня нет ощущения чужой страны. Я приезжаю в свою страну. И Россия своя страна, и Великобритания своя страна. По ощущениям. То есть я реально абсолютно комфортно чувствую. В плане языка все понимают. Нет вопроса. Чего хочешь добиться в твоей стране жизни? Слушай, ну вот пока. Примерно год назад у меня All My Jim's Kim Choo. И сейчас я хочу сообразить, как вот с этим жить. Вот на сегодняшний момент. Как жить с тем, что чуть-чуть больше стали приглашать, чуть-чуть больше стали там летом паниковать, чуть-чуть больше внимания я получаю. И мне нужно сообразить, как вот с этим работать. И ближайшие планы, чтобы, наверное, чуть-чуть было стабильно и не было скучно. Потому что когда-то не стало скучно. Стало. Стало, конечно. Ему чуть-чуть школы открыли новые. Мы какие-то уже новые проекты делаем для управленцев. Ну вот как-то двигаться начнем. Есть какая-то цель создать какой-нибудь продукт, образовательный продукт и, в общем-то, заниматься этим. То есть одно дело, когда ты занимаешься построением открытием школ. Сейчас у тебя три школы, да? Да. Три школы, ловкие. Вот можешь открыть еще вот 10. Пробязательно это будет, да? Ну и тоже, да? Другое дело, когда ты создаешь продукт. Вот чем ты занят? Ну сейчас у меня большой проект. Это все-таки. Он связан с ситуацией, что, ну, это как в Саратове, Ярославль, такой середнячок. А во многих городах, где я был, школы часто они друг друга не очень любят. И вплоть до того, что вот где-то в Сибири была школа, где, куда я пришел, и меня встречал не основатель, я меня встречал, как обычно, и там проблем нет, меня встречал академический директор, и мне запретили делать фотографии в школе, сказав, откуда мы знаем, что он не террорист. А идея этофона была, конечно, что не фотографируйте, пожалуйста, у нас все устроено, да и Бог украдете. А там, ну, дизайн был такой, серия красный лондонский, и каждая третья школа так оформлена. Да. И почему-то, вот, а я вообще другого рода, и почему-то школы друг друга не любят, потому что школы не хотят делиться. В то время, как за 20-25, это, наверное, частное образование уже в России языковое присутствует, мне кажется, что в частных школах набран уникальный опыт. И вот я пытаюсь, у меня свои так называемые ЛТ-чонки, сейчас набор из двора, видишь, собрать различные тестики различных языковых школ и посмотреть, как работает методика, как работает управление, как работает работа с учениками. И, наверное, продукт будет некий, связан с этим, то есть связан с описанием опыта языковых школ и начатных языковых школ, которые на сегодняшний день очень точечный, очень точечный, большой, полунаучный интересный сегодняшний день. Значит, интересно, несмотря на эту закрытость, да, которая есть во многих школах, когда мы начали делать проект английский как родной, вот здесь вот, в этой школе, вот, то на фейсбуке я поставил приглашение открытое, я приглашаю любых специалистов. Значит, пришли две девушки-студентки от коллеги, которая заинтересована в билингвизме, и, кажется, пришел еще кто-то. То есть там, ну, два раза. Люди не пришли, потому что это прокурирующая структура. Интересно, что на тренинде Ярославля, который мы организуем, очень мало приходит людей из Ярославля, из других языковых школ. При этом летят люди из Саудовской Аравии, летят люди из заграничных стран, летят люди из Дальнего Востока. Это своих нет. Своих нет. Нет пророков в своем отечестве? Возможно, возможно. Возможно, нет неуважения, так вот сказать, нет мотивации, потому что это очень близко, в Москве 4-й копты не ходят. Может быть, вот это ответ на вопрос. Но, мне кажется, все равно этот концерт «Моя прелесть». Никому не отдам, а к чужим тоже не пойду. Как ты смеешь в моем городе еще одну школу открывать? И здесь, мне кажется, ломка произойдет тогда, когда основатель понимает, что есть «эскул», а есть «дэскул». Если «дэскул», мне не страшна конкуренция. Потихонечку я понимаю, что я финансы не умею делать. Я если финансиста как-то подтягиваю, я понимаю, что у меня там human resources не идет. Я если кого-то тоже подтягиваю, мышление там работает, развивается. Изначально, мне кажется, неплохо, если врач открывает клинику, если повар открывает ресторан. Может быть, да, для врачей и поваров это хорошо. Мне бы странно, если вы экономисты в ресторан, открывает. А ты открывает, открывает, и клиники открывает, экономисты. Потому что это бизнес. Идеально. Это же не благотворительность, это люди деньги приносят, ты им что-то продаешь. Просто профессия немножко меняется, и профессия приносит, конечно, какие-то рыночные вещи, без которых жить нельзя. В Москве будешь школу открывать? Слушай, не знаю. Не готов, так равно вопрос задаешь. Не знаю, вдумал об этом. Были мысли, просто в другие регионы пойти. Сейчас, вот в этом году я пытаюсь определиться все-таки масштабирование именно школы или все-таки какой-то более узкий продукт. Кстати, смотри, ты назвал школу школу Дмитрия Никитина. Вообще так назывались учреждения в царской России в революционное время. Это было нормально. То есть у меня своя текарня, я называю его своим именем. Вот тут моя дочка, тут моя жена, там не знаю, папа, мама и так далее. Мы вместе работаем. Это мой бренд, я лично за это отвечаю. Но потом, когда я открываю подразделение раз-два-три, ты еще три можешь контролироваться. То есть когда у меня появилось пять школ, я понял, что меня не хватает абсолютно никак. То есть нет, у меня были ребята, мои коллеги, мы работали вместе и так далее. Но потом приходится отдавать. И много полномочий. И потом, что же произойдет? Вот ты откроешь шестую, седьмую, восьмую школу. Они все будут называться школой Дмитрия Никитина. И ты там хороший методист, все тебя любят и так далее. Блогер, все-все-все, все тебя любят. А потом что-нибудь в одной школе произойдет и скажут, что в школе Дмитрия Никитина это произошло. Да все равно скажут. Один, будешь работать, все равно скажут. Да, но у тебя больше шансов проконтролироваться, когда ты там. Да, ну, видишь. Не знаю, мне кажется, гады, если противники говорят, что ты не пишешь, то плохо работаешь. Негативный отзыв должен быть, позитивный отзыв должен быть. Серединка скучна, все отзывы в середине, это проблемно. А когда критикуют очень жестко, очень много последователей, которым нравятся, которые любят. Что ты сделал в последнее время, чтобы про тебя гадость сказать? Так должно быть. В последнее время начал продавать консалтинговые ужины, и по этому поводу прошлись в паре форумов, что Никитин имеет наглость продавать консалтинговые ужины, где всякая проститутка. Что это такое? Консалтинговые ужины, ты хочешь открыть школу, ты ко мне приходишь, это платная услуга, я тебе рассказываю, ты мне задаешь вопросы, я тебе рассказываю, но я тебе рассказываю не только из своего опыта, я говорю, например, в Саратове делают так, в Воронеже делают так, в Подмосковье делают так, в Томске делают так, в Омске делают так. И ты выбираешь модель, которая тебе больше всего нравится. То есть я отвечаю на вопросы. Ценным контентом, как мне кажется, который я собрал во время исследования. Вот по поводу этого была некоторая критика. Мой вопрос всегда, вы с вами бесплатно работаете, не берете деньги за уроки. Ну, много-много, немножко иногда лично было обидно, потому что, ну, фидбэк же он всегда личный, когда первый гаджер себе прочитал, господи, а пишут те, кто меня не знают, пишут те, кто на моих мероприятиях не был, видишь? Нет, то есть ты считаешь, что это нормально, заниматься бизнесом, делать консалтинговые ужины? Это образование. Какая следующая конференция? Ближайшая, к счастью, так, как и в приглашении других городов, не готов говорить, потому что контакты еще не подписаны, а следующая большая конференция в марте, Рома Рейнг, будет говорить, большой специалист, будет говорить про TDL, стас-бейст-лёдинг, это три дня в Москве, 20 с какого-то марта. И мне кажется, что вот стас-бейст-лёдинг будет очень ценный семинар, три дня ну-стоп, потому что Рома Рейнг понимает, что такое TDL, а TDL это же из ТКТ термин, все знают, что такое TDL, но никто не знает, что это такое. Он прям секунда-секунду будет рассказывать про TDL-сегменты, как использовать в корпоративном сегменте, как использовать их в академическом сегменте, и я, конечно, вот с нетерпением, потому что Ром, конечно, очень такой яркий человек. На конференции говорил что-то про эклектику. Эклектика. И искусством влекался. Рейпинский академик художек дел поступает в истории искусства. Да. Эклектика, ну, мне кажется, если все-таки посмотреть поэтапно коммуникативный подход, но все-таки современные учебники, они не про коммуникативный подход, они скорее про маркетинг, они скорее про массовый рынок. Почему нельзя слово «Израиль» употреблять в учебниках, ну, где методическая ценность? Почему нельзя про свиньи так прям массово говорить? Где ценность? Почему опоры на родной язык не употребляются ни в одном массовом учебнике? Потому что массово надо продать. И мне кажется, что мы все работаем в рамках так называемого, так называемой эклектики, основанной на принципах. То есть мы собираем к нашему учебнику, учебник же это не курс. Курс состоит из учителя, из учебника, из дополнительных материалов, из класса, из программы, вот это вот курс, она с образовательной потребностей. А учебник это материал. И к этому материалу мы добавляем много всего своего. Мы добавляем. Из головы иногда добавляем. И все равно по одному и тому же учебнику все работаем по-разному. А моя идея, что если есть какие-то принципы вот за этим набором материала, то это здорово. Если нет, то это хаос. Коммуникативный подход умер? Коммуникативный подход воспринимается по-другому. Коммуникативный подход воспринимается чем-то, что связано с развитием коммуникативных умений, что не так. Коммуникативный подход, который 80-е годы, это другое совсем. Под коммуникативным подходом понимают эклектику. То есть, когда говорят коммуникативный подход, имеется ввиду эклектика. А без эклектики сейчас нельзя, потому что, если я возьму, например, если я верю в грамматика переводной метод, и он работал, он работал. Глупо говорить, что люди, которые в 60-е годы в Советском Союзе учили английский язык, они потом плохо говорили. Хорошо говорили. Говорили, но плохо. Хоть это глупо, но это... Профессора, которую я знаю, говорили хорошо, говорят хорошо, я в Учинском Союзе не выезжаю. Но не суть. Если я хочу попробовать, например, нет параллельных текстов, сейчас дислайки-то уже на фейсбуке пошли. У меня нет возможности это попробовать. Если у меня учебник не юный шпайл, я не могу туда интегрировать этот подход. Мне надо снести учебник. К черту учебник. Да, да. Но ни одна школа не позволит это сделать. У тебя же своя. Другой вопрос. Но если я работаю как учитель на школу, школа мне не позволит это сделать. А в учебник современный, коммуникативный, интегрировать нельзя другой подход. Поэтому мы все в эклектике. Вот что-то мне кажется, что за последние годы все меньше и меньше устремленных таких молодых людей. Ну, это мне сейчас... Конечно, колбаса всегда была вкуснее в Советском Союзе. И когда мы учились, конечно, все были более заинтересованными. А сейчас почему-то менее заинтересованы. Потому что сейчас со своей перспективы кажется, что все было по-другому. И, по-моему, осталось так же. По-моему, осталось так же. Из моих сокурсников бывших ну, очень-очень-очень мало людей стало учителями. У нас большой-большой клиент был в Сбербанк. Много лет в Северное управление. И то же самое они говорят, что приходят после экономического факультета, ничего не знают, ничего не умеют. Да, какой-то процент ничего не знают, ничего не умеют. Но, мне кажется, все равно у ребят из университетов у них набран огромный багаж пассивных знаний, которые можно очень быстро активировать. Почему? Иногда мы слышим эти бредовые утверждения, что я после курса Сельта выучил больше, чем за пять лет университета. Потому что курс Сельта четырехнедельно интенсивный еще в Великом Британии он создал ситуацию успеха. Он объяснил, он позволяет активизировать то, что мы уже знали и создать ситуацию успеха. Адрес блога своего напомни, пожалуйста. никитин.дима.найм Почему нет Дмитрия, а Дима? Потому что когда мы его открывали, слово Дима было популярно в 2008 год. Это было трендово. Нет, я подумал Харатян Дима, другой Дима тоже Дима. Какой Дмитрий? Ну, потом Дмитрий там YAA на конце. И программист особо не спросил восьмой год не забывай. Это сейчас я бы там доменное имя Шуре Муре придумал бы что-нибудь. Тогда никитин.дима.найм слава Богу. Слава Богу лучше еще на нейм, потому что напоминается. Спасибо. Дмитрий Сергеевич. Приглашайте еще приезжайте к нам. Обязательно. В августе знаете, будете расставить большая конференция. Обязательно. Я как-то чуть сбыл, но... Возвращайтесь. Дети большие уже, я считаю, у вас. У меня пока трое, я могу еще сделать. Редактор субтитров. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова